я сейчас на канале моего подписчика он начал вести свои видео и я на него подписался поддержал как сказать подписался поставил колокольчик и он выпустил свое первое видео если вам нравится тематика террарий то переходите на его youtube и можете увидеть его прохождение террарий и давайте приступим к видосу и не забывайте подписываться на мой канал тоже ставьте лайки и конечно же делитесь моими видео с друзьями а лайки вы должны стать потому что будете ставить лайки хорошие оценки в школе будете получать я вот ставлю лайки ему поставил и сам себе ставлю то что тоже хочу хороших оценок и на меня действует давайте приступим к видосу всем привет у микрофона ангроидос и это долгожданная террария за стрелка именно за стрелка ну что это покажет самый легкий класс и да кто не знает террария то сейчас он ну узнаете что это зря и если хотите можете даже ее скачать и это будет не просто прохождение это будет гайда прохождение до гайд именно для вас вы же у меня самые лучшие и давайте добьем 10 сабах конечно понимаю что это не так уж и много но давайте добьем давайте мы сможем это и кстати набирается и только как наберется 10 лайков на этом видео я сразу же моментально выпускаю следующую часть и снимать я буду где-то по 20-15 минут но даже 10 и что давайте приступим к игре и играть мы будем вот этого вот мире нет нет мы садим но то что мы и нубы какие-нибудь мы самый лучший конечно средний сложность эксперт на мастере я буду играть и за другие классы ну может быть потому что за стрелка именно на эксперте четко играть зло давайте будет случайно то что какая разница только что в данже сундуки и лут с мимиков а что такое мимики узнаем потом вводим конечно же наше название и шикарное название шик-шик и так вот я уже и создал мир и продолжаем вот такой вот у меня скин и вы думаете откуда у меня сразу такой меч крутой это зачарованный меч он находится в святилище сейчас вы видите картинку на экране как это святилище выглядит а если мы наберем над этим видео 10 лайков то видео вы новая серия выйдет мгновенно а также бонус как найти этот зачарованный меч за меньше пяти минут очень быстро также вы спросите почему не такой и в том же видео где я расскажу как получить зачарованный меч расскажу откуда у меня такие вещи самого начала а сейчас расскажу про что это такое это песчаная буря бутылки она позволяет так вот летать вот так высоко летать я уже найти песчаную бурю бутылки это аксессуар ее можно найти только в пирамиде до пирамида находится в таком биоме под названием пустыня иногда в нем появляется пирамида она может быть и под землей пирамиде может заспавниться как костюм фараона который выйдет на экране так так и песчаную бурю бутылки так и очень крутой аксессуар ковер самолет очень крутой аксессуар помогает в течение всей игры а пока что давайте нарубим дерево и так вот я и нарубил дерево и еще раз расскажу что кто такой гид ну вот этот человек это ниб нибов в игре очень много вот этот ним расскажет вам о всех крафтах если вы хотите узнать крафт пример самого лучшего меча террали нажимаете например на этот меч ну или на этот он тебе покажет что нужно для этого крафта этот меч и еще какие-то мечи такие как известные ярости климат приливов и так далее а также гид дает полезные советы ну и в начале если у вас будет не очень хорошее оружие то есть слабое он вас может защитить своим стрелами и говорю еще вы думаете то что я дерусь с мечом и так это будет не просто террали за стрелкам это будет терралием дуэта то есть террали за стрелка в плюс война в плюс война как вам такой уговор ладно если набирается 10 лайков новая серия вы входит мгновенно пока что строю мой дом а как что Продолжение следует... И да, вы можете взорвать факелы рукой. И если вы найдете вот такие вот знамя в пирамиде или в каких-то других местах, то ломайте. Это же красиво. Но будет у вас у дома висеть. Красотища. К примеру, я повешу вот сюда. Сейчас. Будет лучше его здесь в дом повешать. Вот здесь. Ну, как хотите, их расставляйте. Я хочу пока что так расставить. Знамя. Эти знамя, они ничего не дают. Это просто красота. Но есть и те знамя, которые упадают с достижения убийства каких-то мобов. Они-то уже и приносят вам хороший результат. Итак, когда мы оправляемся в путешествие, берем, конечно же... Разделяем, если у вас есть монеты золотые. И берем одну в путь. Потому что... Дальше. Нужно иметь дерево. Конечно же, у меня она закончилась и до рубить. Вот уже один из саженцев у меня вырос. Но я не буду их ломать. Я снимаю пока те, которые тут и были. И да, если вы что-то не поняли о мобе или не знаете о нем, то теперь уже нет необходимости входить в ютуб. Смотрите. Видите, в правом нижнем углу есть кнопка шестеренка. Нажимаете и нажимаете кнопку бестиарий. Вот он. Бестиарий. Когда вы убьете этого моба, вы можете посмотреть его характеристики. Также гид. Но у меня, конечно, его убили, но... Его убили, но... У меня его нет. Вот видите, на зеленой слизи. Глаза всякие тут есть. И вот вы можете посмотреть все характеристики. Конечно, они не сразу открываются. Нужно несколько раз с того моба открыть. Но это все-таки больше, чем просто книжка. И, кстати, если вы откроете вроде как больше 5% бестиария или 10%, то к вам приятно новый нип под названием Зоолог. О нем поговорим не все в этой серии. Наверное, в следующей. А пока что продолжаем рубить деревья и садить их за нор. И да, этот меч хороший на начале, но в будущем он даже станет немножко бесполезным. То есть урона не будет хватать. А пока что об этом просто даже не думайте. И радуйтесь его появлению. Но в будущем он вам пригодится. Так что, когда он станет тоже слабым, не думайте его выкидывать. Лучше посадите в сундук, как и вот этот вот меч. Потому что в будущем он понадобится вам для того, чтобы скрафтить самый лучший в мире террарии меч. Зенит. Да, это он. Зенит. Так, я еще порублю деревьев и продолжу с дома. Еще, если вы увидите, что у вас внутри есть какие-то семена цветка дня или другие семена, то не спешите их выкидывать. Это семена нужны для зелий. То есть не было много цветков в жизни. Точнее, цветок дня. Это хорошие цветки, потому что с помощью их можно варить, варить такие зелия только, только уже лучше, которые будут восстанавливать не 50 единиц здоровья, а уже по 100, 150, 200 и так далее. Так что их не укидывайте, эти цветки тоже не укидывайте, а лучше храните в сундуках, чтобы местными занимались. И что были. И повторюсь, если вы нашли какие-то зелия, не спешите их выкидывать. Сейчас узнаете про них получше. Например, зелий возврата. Надо телепортироваться на сточках спана. Зелий добычи ускоряет добычу руды на 25%. Хорошие зелия. Длительно здесь минуты, да. Они не бесконечные. Так что лучше похоронить в сундуке. Если вы им пока что не будете пользоваться и хотите на потом оставить. Также всякие сюрикены, это хорошее оружие. Но они наметатели, так что мне они ни к чему. Это оружие наметателя, хотя метатели убрали из игры. И стирали. Но все равно, я не буду им пользоваться, потому что я же лучник плюс воин. Конечно же, крафтите такой тверстак, чтобы крафтить все остальные вещи. Если найдете большое дерево, возьмите из него живой ткацкий станок. Да, это дерево вы увидите, наверное, на экранах. Если вы, конечно, найду фотку. И берите такие стулы, стулья, сундуки и так далее. И обязательно бейте слизни. Из них всегда иногда выпадают такие вещи, как руда, зелия и так далее. И вот сейчас мне выпало 10 железной руды. Это достаточно для начала. И статуи. Лучше их не выбрасывайте. Многие статуи приносят очень хорошую пользу. К примеру, статуя кота. Это очень хорошая статуя. Не помню, что он делает, но я знаю, что она хорошая и редкая. Так что не спешите выкидывать эти статуи. Они вам еще пригодятся. И да, торговец прибыл, потому что у нас внутри было одно золотое монета. Ну, может и больше. Ну, сколько хотите золотых монет. Но главное, чтобы они были. Чтобы этот торговец пришел к вам. И вот, не, слизня выпала снова что-то важное. Делие скорости. Пока что я не буду его использовать. Положил сундук. Потому что в террарии есть боссы, и против них нужно хорошо подготавливаться. Итак. И советую вам всегда делать у дома вот такую конструкцию. Смотрите. Берете дерево. И вот так вот. Ну, можно еще такую конструкцию под землей сделать. Но у меня тогда он висит, но стоит на земле, поэтому я сделаю вот так вот. Эта конструкция у вас будет час спасательства, находясь на спаде. Ставим костер и... Что же дальше? Видите? В левом верхнем углу, где мои вещи, там есть какая-то штука. Уйдите на огонь. Восстановление жизни немного увеличено. Ускорено. Теперь наше здоровье будет увеличиваться побыстрее. Круто. Судиклоп нужно как нужно больше. И ставьте их не просто где-то в доме, а где-то в крах создавать и где-то в хранилище. Итак, я продолжу строительство дома. Так, я уже заканчиваю строительство дома. Вот такие вот предметы интерьера у меня стоят в доме. И, конечно же, когда начинаете игру, если вы строите дом здесь вот, то есть сам здесь вот, то обязательно строите в артеке въемах. Скоро объясню почему. Ну, когда какой-то житель приходит, то заходите в бестиарий. Вот, хожу на плеера Гида. Вы хотите, чтобы они ставили скидки вам, примерно на покупки. И, конечно же, когда смотрите, когда вы за ним действуете с этими людьми, то они появляются в бестиарии. То есть, смотрите, Гид. У него задний фон обычный, то есть лес. И поэтому ему нравится лес. Его селить вот здесь вот. В пустыне там краситель какой-нибудь продавец будет. А вот этот торгует. Сейчас посмотрим, где он будет жить. Где ему нравится жить. Да. Ему нравится здесь жить. Значит, он здесь жертв. И он начинает продавать такой вот столб леса. В будущем я объясню зачем он. Потому что сейчас я не могу его купить. А сейчас покупать у него. И видите, у него скидка. Потому что если бы ему не нравилось в биоме, то он бы продал за одну голду. А сейчас за 85 серебряных покупаем. Конечно же, если хотите, можете шахтера купить. Но я куплю только железную наковальню. А свинку я буду еще... Ну, сейчас расскажу, зачем я купил. Итак, свинку можете поставить хоть где. Но главное, где-то в доступе для вас внести. К примеру, здесь вот. У нее, конечно же, ложьте все свои деньги. Для удобства, конечно же. Все свои деньги. Также можете что угодно купить. И это ваш период будет. Как бы, знаете, эндерсундук в Майнкрафте. Это то же самое. Это то же самое. Вот, если у вас будет всегда внутри такая вот свинка, то вы можете из любого уголка террарии заглянуть вот в эту свинку. А зачем-то удалось что-то деньги. Потому что, чтобы можно было не носить деньги, но они были в безопасности. Видите, у меня появилась такая вот штука. И теперь могу что-нибудь купить примерно на них. Примерно, мне сейчас нужно побольше зелий лечебных. Плюс 20 штук. Ну, 30 получилось, случайно, да. Да. Здесь, конечно же, еще покупаем сачок и наковальню, если у вас, конечно, еще нет. Но наковальню не советую. Крафтить то, что можно ее купить за маленькую цену. Видите, что у меня было железо. И, точнее, серебро. Оно у меня упало с лизней. И я теперь из него могу что-нибудь сделать. И, конечно же, делаем мы не какой-нибудь там меч. Ну, не знаю. Это на ваш выбор, а я сделаю другое. Потому что у меня из-за чего меч, он лучше вот этого. Я сделаю себе, наверное, кирку. Кирка. Будет хороший выбор. Да-да, медную кирку можете уже выбросить. Она ни для какого крафта не нужна. Конечно же, мобы и все такое тут появились плохо. Вот, только на канале можно сделать инструменты. О нет, сейчас еще одного убьют. Я хочу в своей базе сделать вот такие вот входы. Потому что мобы надоедают. Они убивают моих нипов. И как раз же я не выбрасывал мусорку в свои двери, и они пригодились. Не надо их крафтать. Супер. Еще такую дверь вот здесь. Слишком большие дома не надо делать. Например, такие, как у меня. Средние. Еще обязательно, если у вас есть подсолнухи, то садите их рядом в свою базу. Потому что вы начнете бегать быстро. Видите, как я сейчас быстро бегаю. Это все подсолнухи, значит. Где это стоят. И они делают мне баф, счастье. Вот. Скорость движения и скорость воскрешения монстров унижена. А скорость движения увеличена. Увеличена. И снова кирка мы очень быстро их ломаем. Хотя с медной киркой я знаю, что ломатик долго. А также серебряной киркой 45% мощности. Это хорошая мощность. Я, конечно же, и сочет меди по себе всегда. Это важная часть, я его все тирает. Скоро объясню почему. Так же садим вот так подсолнухи. Я решил ее здесь. И дем здесь. Прекрасно. Теперь буду быстрее по своей базе бегать. Вот Ника уже залезли в дом. Вот тут сидит. Продает. И все такое. Теперь давайте обустроим вот эту комнату. Итак, вот я все уже и доделал. Я уже еще маны сделал себе. Тут монстры на потоле. Еще подкопил денежек. И вот уже обустроил эту комнату. Вот как выглядит вот это вот. Подождите, сейчас. Я канделябры люблю ставить в такие места. Вот канделябр. Он делается легко. Вроде как факела до дерева. И на вот такую вот штуку. Все, красота. А где свободные места, можете и свои предметы ставить. Такой вот у меня получился дом. Здесь живет счастливый торговец. Вот как все это выглядит на карте. Конечно. А, и следуем в следующей серии. Если вам понравилось это видео, конечно же, подписываемся на канал. Ставим лайки. И я старался выпускать серии. И это, конечно, долгожданная террория за стрелка, за воина и лучника. Ну, стрелка. Конечно же, подписываемся на канал моего другана, которого я рекламировал в начале. И всем удачи и пока. Подписывайтесь, ставьте лайки. Еще раз. Включайте колокольчики. И, конечно же, делитесь этим видео с друзьями. Какие у меня вопросы? А, понятно. А если вот так сделать? Да, не делайте дырки в полу. Делайте вот так. Тогда придется его здесь. Всем пока. И повторюсь. Если все делали так же, как и я в этой серии, то поздравляю. Вы на верном пути победе. Может, я буду сидеть. Ладно. Вы на верном пути. Победе. Если вы играете на обычном или на эксперте. Ну, это на ваш выбор сложности. То обязательно смотрите мои гайды. Потому что я уже играю долго, но решил записать видео для вас. Я еще не записывал тиральный тут. Так что. Если я что-то делаю не так, просто подержи. Расскажите, что я делаю не так в комментариях. Если хорошо, то можете поддержать лайком. Но я уже сказал. Я пытаюсь это делать специально для вас. И, конечно же, я хотел изменить свой цвет кожи посветлее. Всем удачи. Вот так вот. И, думаю, всем удачи. И, наконец-то, точно пока.